Чем мне не нравится Гоупро, это своими аккумуляторами. Дохнут нафиг. Без всякой причины. То ли они какие-то бракуны. Так. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Посетил ваш блог, подсчитал интересную полезную информацию. Спасибо вам за труд. Жест без заморочек. Посоветуйте мне, пожалуйста, решил пойти к курс антипаразитарных европейцев с помощью трав. Принимаю полынь, горька, кора, дуба, чабрес, ромашка и так далее. Измельчаю все в равных порциях. Принимаю в сухом виде. Насколько эффективный прием данных лекарственных трав в сухом виде и полезен ли этот сбор против паразитов. Живу с кошкой и собакой. Наличие паразитов не со мной. Спасибо большое за вашу помощь. Значит, смотрите, я уже на это отвечал. С помощью трав. Принимаю полынь, горькая, да. Кора, дуба, нет. Чабрец, нет. Тысячелистик, нет. Ромашка, цветки, да. Расторопши, нет. Плоды пахучьего укропа, нет. Семена, льна, нет. Корица, палочки, нет. Гвоздика целая, да. Пижма нет. Почему? Потому что некоторые травы просто-напросто, как бы сказать, дублируют друг друга. А зачем это нам надо? Раз. Второе. Второе. Некоторые травы просто-напросто, ну, они, конечно, обладают какой-то активностью, но лучше их отдельно применять. Поэтому я перечислил то, что перечислил. Еще разок. Полынь, горькую, да. Ромашки, цветки, да. Гвоздику, да. Все. Вот это вот самые эффективные травы, которые в равных пропорциях можно принимать. Курс, опять-таки, можно найти в моих книгах. Курс это недельки две, как минимум. Потом можно повторить.